Основным обрядом в праздник Курбам-Байрам является жертвоприношение. Для его выполнения жители Махачкалы подготовили специальные места забоя на окраине города в районе Киргу и Ипподрома. Как проходил процесс закалывания животных, расскажет Гамзат Нурмагомедов. Тысячи мусульман пришли на территорию закалывания животных, чтобы выполнить религиозный обряд жертвоприношения. Организаторы создали все условия для комфортного проведения праздничного ритуала. Одновременно обслуживается до 400 верующих. Здесь уже квалифицированы резчики, обдельщики, резка мяса, шкура уже идет отдельно на соление, головоножка идет отдельно, внутренность идет отдельно. И какую часть человек себе добьет забирать домой, это уже его право прием мяса. Здесь для мадрасса организован. И вопросы, ответы, канонические моменты есть. Чтение таквера, намерение, полное мачивание. Все это здесь происходит. Это очень удобная площадка для всех людей, которые хотят максимально комфортно принести в жертву и закалывание праздничного курбана. Для того, чтобы принести в жертву курбан, верующий отбирает для себя барашку, далее обращается к специалисту по закалыванию животного. И здесь же происходит весь процесс жертвоприношения. Самое ценное животное для жертвоприношения – баран. Выбирать его нужно тщательно. Агнец должен быть здоровым, без существенных изъянов. Белые, роги, уши целые, курдок, все, которые есть, они довольны берет. Перед тем, как заколоть барана, животное поворачивает в сторону киблы, произносит намерение и восхваляет Господа. Это такое благое дело, что этим можно заняться, можно людям помогать, за это можно получить такую благодать, что это стоит делать, стоящее дело, за это все вишни так даром не оставят. Если на этом свете оставят, то на том свете вообще не оставят. После заклания обслуживающий персонал разделывает животное. Шкуру отделяют, а мясо расфасовывают по пакетам, после чего всё отдают хозяину. Спасибо, кто организовал вот это, очень удобно, очень чисто, аккуратно, спасибо за всё. По городу раньше что творилось, это безобразие было. Сейчас, Барак Аллах, кто это организовал, большое спасибо, вот такие удобства тут. Сюда пришли не только взрослые, но и дети. Это праздник для всех, праздник радости и любви. Богатые показывают свою щедрость, бедные получают мясо. Мусульмане выражают покорность Всевышнему. Всех мусульман поздравляю с праздником, желаю всем имана побольше, счастья, удачи, здоровья. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия в семьях. Основное, чтобы баракад был, иман, чтобы дома сохранялся. Принять участие в процессе жертвоприношения пришли почётные гости. Доктор шариатских наук из Сирии Мустафа Диб Аль-Буга, ректор Дагестанского Исламского университета Магамед Абдулаев и другие. Это день радости, милосердия и прощения всех мусульман. Сегодня получают облегчение нуждающиеся и обездоленные. Мы просим Всевышнего, чтобы он принял наши жертвоприношения и помог нам в выполнении религиозных предписаний. В другом конце города, в районе Ипподрома, проходят подобные действия. На протяжении всех четырёх праздничных дней верующие смогут спокойно совершить религиозный обряд, за выполнение которого обещано огромное вознаграждение. По преданию, жертвенное животное, которое порезали на курбан, станет путеводителем в рай для своего хозяина. Ожидается, что за эти нев жертву принесут более 10 тысяч животных. Сотни нуждающихся получат свежее мясо. Это праздник милости и прощения. Гамзат Нурмагомедов, Жао Магомедов, Юнус Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.